МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире Парасад, программа Североказахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева. И с вами я, ее ведущая, Татьяна Исельская. Все самое важное и интересное из жизни университета в ближайшие 20 минут. Будьте в курсе студенческой жизни. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках программной статьи главы государства Рухани Жангырум. В Североказахстанском государственном университете имени Монаша Кузыбаева свое богатое историческое наследие продемонстрировали представители всех районов нашей области. Старинные книги и фото, газеты на латинице и арабской вязи привезли из района Макжана Жумабаева. Все это историческое и культурное достояние региона. В рамках Рухани Пазна у нас проводился впервые в истории независимости Казахстана на территории нашей области. Конкурс краеведов среди учеников. Участвовало 8 районов, 11 школ, 13 проектов, 15 детей. И работа учителя технологии Красноказахстанской школы Исейкова Иханата Макеновича заняла второе место. И мы объект исследований привезли сюда именно с работами. Дети работают с глиной, с костью, с деревом, с металлом. Это самое интересное. Прижизненное издание книги Макжана Жумабаева на арабском языке. Далее. Вот это латиница, это турецкое издание Макжана Жумабаева. И документы на латинском языке до 40-го года из музея нашего. Это как бы период латинизации и рухани-жангру. В районе имени Макжана Жумабаева бережно хранят секреты традиционных ремесел и возрождают старинные промыслы, чтобы передать технологии мастеров новым поколениям. Это свистульки, разные фигуры. Я начал делать с 4-го класса. Я научился в кругах и на уроках. Первый раз к этому меня научил учитель по технологии Севпанат Макенвич. Мне понравилось, и я начал заниматься. Это называется ССРНЭ. Это казахский национальный инструмент. Мне уходит около 30 минут, чтобы это сделать. А у Алихановцы представили гостям выставки неофольклорное направление, макеты сакральных мест, важные документы и газеты 40-х годов, написанные латинской графикой. Индивидуальный предприниматель села Кишки-Николь, это Яцовлеш, занимается пошивом женской национальной одежды в стиле национального казахского орнамента с наложением. Также выставлены деревянные изделия жителя села Кишки-Николь. Он является инвалидом, слух и речи у него отсутствуют. Он выражает свои мысли, свое отношение к жизни благодаря своей работе. Североказахстанский государственный университет продемонстрировал результаты работы экспедиции на городище Ак-Кырею села Далматова, где Анатолий Плешаков со студентами нашего университета уже не первый год создают музей под открытым небом. Малая часть реконструкции, которая здесь представлена, это и одежда, и украшения, и орудия труда. То есть мы пытаемся восстановить тот быт, который был в древности, начиная с каменного века, соответственно, бронзовый век, ранний железный век. И вот здесь костюмы представлены разных эпох и разных эпох орудия труда. В ходе данного форума были подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель года» в номинациях «Молодой предприниматель», «Семейный бизнес», «Лучшая деловая женщина» и «Успешный старт». По итогам выбрали 10 победителей. Конкурс проводится в области уже 15 лет. В этом году участие принимали более тысячи предпринимателей. Мы гордимся тем, что данное мероприятие проводится именно в стенах нашего университета, поскольку оно имеет огромное, прежде всего, наверное, воспитательное значение для подрастающего поколения, для наших студентов, которые завтра, окончив университет, пойдя на работу уже на предприятия, организации нашей области, будут, конечно, реализовывать, притворять жизнь то, что видели именно в стенах университета. В номинации «Семейный бизнес» победу одержал индивидуальный предприниматель Юрий Пилипушка. Его семья занимается пчеловодством с 1985 года. Предприятие использует передовые и зарубежные технологии, что позволяет получать более 15 тонн качественного меда за сезон. Мы эксклюзивные производители маточного молочка, гамма-турбневого расплода и восковой моли в Североказахстанской области. Занимаемся пчеловодством уже давно. Я пчеловод уже в четвертом поколении. Это очень интересно, это завлекает. В итоге лучшим предпринимателем Североказахстанской области назвали ТО «Визови Компани». Компания занимается изготовлением кондитерской продукции с 2004 года. Вместе с тем стоит отметить, что сегодня наши предприниматели проявляют свою активную гражданскую позицию, участвуют в ряде общественных мероприятий. Со стороны государства развитию предпринимательства оказывается значительная поддержка. Это прежде всего широкая система кредитования, оказание сервисной, консультативной и других видов помощи. Наш ВУЗ является флагманом научной мысли северного региона страны. Руководством университета оказывается поддержка исследовательской работе преподавателей. В этой связи в начале учебного года были учреждены гранты ректора СКГУ имени Монаша Козыбаева молодым ученым в размере 150 тысяч тенге. По итогам конкурса выделены четыре перспективных проекта. На заседании комиссии были заслушаны отчеты ученых по целевому использованию грантового финансирования. Присуждены четыре гранта ректора молодым ученым по проектам, выполненным по различным приоритетным направлениям научно-исследовательской деятельности нашего университета. Акеркет Тимирбулатова свой проект посвятила органическому земледелию, рассмотрев влияние биогумуса на масличные культуры. Для нашего сельскохозяйственного региона эта тема особенно актуальна. По результатам моих исследований в дальнейшем можно сотрудничать с заводом Тэньшамай, компанией Айдзю, так как они очень заинтересованы в органическом земледелии. Тот грант, который я выиграла, я уже земляной материал, я закупала биогумус, также я проходила курсы повышения квалификации ВПС «Стрелец Андрей Викторович» по органическому земледелию. Также планируется провести химический анализ растительного материала. Также гранты ректора успешно реализуют Кирилл Островной, Олжас Макзумов и Асингуль Тимирханова. Кроме этого, на научные исследования преподавателей нашего вуза получены дотации республиканского значения. Так, Совет молодых ученых из КГУ стал лучшим в республиканском конкурсе фонда первого президента среди научных организаций и высших учебных заведений по итогам работы в 2017 году. Выделен грант для стимулирования дальнейших научных изысканий, участия в стажировках и конференциях. Также грантовое финансирование сроком на два года получил Офис коммерциализации результатов научных исследований из КГУ, победивший в конкурсе «Стимулирование продуктивных инноваций» Министерства образования и науки. В университете состоялась встреча с представителями областного управления образования, районных отделов образования, директорами школ и детских садов, посвященная вопросам трудоустройства выпускников педагогических специальностей. В этом году у нас выпускается 310 студентов педагогических специальностей. Из них 127 человек – это ребята, обучающиеся по проекту «Серпин-2050», и они должны будут остаться в нашей области и отработать. А также в этом году выпускаются 19 студентов, обучающихся по сельской квоте, и эти ребята в обязательном порядке должны будут отработать в сельской местности. Ректор СКГУ Серик Омербаев, выступая на встрече, отметил, что ВУЗ готовит студентов педагогического направления по 19 специальностям бакалавриата и 3 магистратуры. Отвечая требованиям времени, университет тесно сотрудничает с педагогической общественностью области. Совместно разрабатываются новые образовательные программы, которые соответствуют изменениям в системе образования страны. Подготовка будущих педагогов ведется на казахском, русском и английском языках. В частности, на третьем курсе по специальностям физика, информатика, химия, биология на сегодняшний день у нас обучаются 31 студент. То есть через год, как раз в 2019 году, они будут выпускаться уже как трехязычные преподаватели. В целях реализации трехязычного образования и формирования лингвистических компетенций у выпускников университет проводит в течение года учебного бесплатные курсы по дополнительному изучению английского и казахского языка. То есть такие курсы мы проводим как для студентов-магистрантов, так и для преподавателей. Сегодня в области остро чувствуется нехватка педагогических кадров, поэтому для молодых специалистов создаются все условия. Выделяются кредиты на приобретение жилья по программе с дипломом в село, предусматриваются доплаты и льготы. 611 студентов обучается на платной основе педагогическим специальностям, что свидетельствует об осознанном выборе профессии на сегодняшний день. В этой связи выделение грантов из местного бюджета будет очень кстати для поддержки молодежи, избравших педагогические специальности. Для оказания мер социальной поддержки прибывшим молодым специалистам постановления правительства утверждены правила, предусматривающие предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам образования, здравоохранения, социального обеспечения культуры и спорта для работы и проживания в сельских населенных пунктах. Гости ВУЗа отметили высокий уровень подготовки специалистов в СКГУ, рассказали о вакансиях. В системе образования района работают 34 пенсионера. Сегодня есть ряд школ, где не хватает специалистов. Практически система задыхается без математики. Как бы ни было странно, но сегодня не хватает учителей русского языка. У нас учителя физики тоже нарасхват практически в пяти средних школах нашего района необходимы физики. Необходимы психологи, имеющие специальное высшее образование. 85 таков процент трудоустройства выпускников СКГУ. Это показатель выше среднего по республике. Достигнут в том числе и потому, что руководством ВУЗа проводятся подобные встречи и налажен тесный контакт с работодателями. Два преподавателя СКГУ вошли в число победителей проекта, инициированного главой государства «100 новых лиц Казахстана». Он рассказывает о наших современниках со всех регионов страны, добившихся успехов за годы независимости республики. В нашем ВУЗе на этой неделе чествовали педагогов Кульбарам Боязитову и Татьяну Кучер. Именно они вошли в состав сотни казахстанцев, удостоенных чести встретиться с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Встреча с президентом проходила в Астане 1 декабря. Атмосфера была прекрасной. На этой встрече выступили 9 человек, которые попали в 100 лиц. И президент давал наставление и высказал большую поддержку в адрес этих людей. Татьяна Кучер – почётный работник образования Республики Казахстан, кандидат педагогических наук, автор многочисленных учебников по математике, по которым сегодня занимаются школьники Казахстана. Кульбарам Боязитова за время своей преподавательской деятельности внесла и продолжает носить не меньший вклад в сферу образования, являясь автором 25 учебно-методических пособий и 50 научных статей. Свою победу в проекте «100 новых лиц» считает достижением не только личным, но и всего университета. Благодаря своему коллективу, Североказахстанскому университету, коллегам, благодаря своим землякам я прошла в проект «100 новых лиц Казахстана», за что я очень рада и благодарна. Президент говорит о нашем сознании, о том, что мы должны по-другому смотреть на мир, что мы должны свой Казахстан поднять на такую высоту, чтобы в глобальном мире говорили о нас. Проректор по академическим вопросам Ербол Исакаев заметил, что жизненный путь и трудовая деятельность этих педагогов – пример для молодого поколения. На встрече студенты задавали интересующие их вопросы, а педагоги с удовольствием делились своими эмоциями и впечатлениями от того, что вошли в историю страны, написанную в лицах лучших ее представителей. Североказахстанский государственный университет уже не первый год сотрудничает с общественным фондом «Солнечный дом», куда входят дети с синдромом Дауна и их родители. Для них организовываются встречи, благотворительные ярмарки и концертные программы. На этот раз таким образом через творческий концерт около 10 ребят из «Солнечного дома» познакомились со студентами педагогического факультета. Для будущих дефектологов, логопедов, психологов – это возможность углубить свои практические знания о детях с синдромом Дауна. На базе нашего фонда дефектологи могли бы проходить практику, стажировку, чтобы и опыт был, и не боялись с такими детьми работать. Потому что для нас, для родителей деток с синдромом Дауна, очень большая проблема найти вообще логопеда, дефектолога, кто бы согласился вообще работать и в дальнейшем взять официально на работу в наш фонд. Студенты подготовили для маленьких гостей музыкальные номера. Да и сами ребятишки оказались не менее творческими и показали свои таланты. Организовали мероприятие на педагогическом факультете совместно с профсоюзом студентов СКГУ. Студенты, знаете, они очень хорошо и тепло отзываются о ребятах из «Солнечного дома», потому что они другие. Они и такие, как мы, но они особенные. Они говорят все от души, показывают свои настоящие эмоции. Все мы одинаковы, я скажу так. И знаете, данное мероприятие, оно как бы связывает нас с солнечными детьми, потому что все равно мы люди. Такие встречи помогают студентам не только расти в профессиональном плане, но и становиться толерантнее и добрее. Преподаватели Североказахстанского государственного университета имени Монашу Кузыбаева приняли участие в турнире по настольному теннису, посвященному Дню Здоровья. В соревнованиях состязались три команды – факультет истории, экономики и права, фоундейшн и военная кафедра. Спортивник «Луб Сункар» проводит соревнования по настольному теннису среди сотрудников преподавателей. В нашем университете планируется еще провести по волейболу, по баскетболу соревнования среди преподавателей, по дартсу, по гироуму спорту. Всем участникам соревнований я желаю успехов, достичь самых лучших результатов, показать себя в спорте и участвовать в республиканских и городских соревнованиях. В турнире, который проходил в упорной и интенсивной борьбе, преподаватели смогли показать свой спортивный характер, ловкость и мастерство. Отрадно осознавать, что наши преподаватели находятся в прекрасной физической форме и уверены в своих силах. По итогам турнира победу одержал факультет истории, экономики и права. Второе место у команды педагогов военной кафедры. Третье досталось факультету фаундейшн. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и денежными призами. 26 декабря свой юбилей отмечает Светлана Геннадьевна Водопиянова, преподаватель нашего университета, кандидат географических наук. Мы предлагаем вашему вниманию видеосюжет поздравления педагога и наставника. Являясь ровесницей университета, почти за 60 лет педагогической работы Светлана Водопьянова подготовила сотни молодых специалистов. Несмотря на большие годы, она всегда впереди. У нее всегда все, и тесты раньше составлены, и всякие разработки такие хорошие. И еще у Светланы Геннадьевны одна черта, она умеет оставаться в тени. Ее редко награждали, она всегда радовалась успехом других. А вот сейчас мы сделали тебя главной фигурой, потому что тебе большое количество лет, я не буду говорить сколько, и мы, кто работал с тобой, который знает тебя по 60 лет, мы хотим пожелать тебе ясного ума, доброго здоровья и такой же сердечности и открытости, в которой ты всегда была с нами. Светлана Геннадьевна окончила кафедру географии тогда педагогического института и до сих пор продолжает трудиться в родном вузе, ведет занятия, руководит научными исследованиями. Удивляет и поражает ее терпение и понимание необходимости и ответственности в преподавании такого предмета, как геология. Одного из основных предметов, дающих качество высшего географического образования. Я знаю Светлану Геннадьевну более 30 лет, как хорошего специалиста, всегда бегущую на работу, она творческий преподаватель. Коллеги и студенты высоко ценят своего наставника и спешат поздравить с юбилеем. И главное, замечательно, что она ведь юбилей, новестница в вузу, тоже приятно это отметить. И накануне Нового года ей исполняется очень серьезный возраст, но этот возраст, это возраст, когда радует ученики, радует достижения, когда все устоялось, когда сделано очень много. И от всей души хочется пожелать ей, чтобы удовлетворение от своей работы, от того, что сделано ей, а сделано ей очень много, оставалось с ней навсегда. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Выпуски программы «Парасад» вы можете найти на сайте университета www.nkzu.kz Следите за новостями вуза на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok